всем большой привет я очень рада что вы заглянули ко мне в гости начинаю свое видео с приготовления завтрака буду готовить яичный ролл уже как-то делилась таким вариантом завтрака по моему это очень быстрый но такой насыщенный питательный и вкусный получается вариант я просто разбиваю два яйца и на сковородку выливаю перемешивая их перед этим получается такой яичный блинчик очень вкусно заворачивать во всевозможные просто начинки туда замечательно идут разные овощи зелень можно добавить например творожный сыр или какой-то другой соус который вы любите можно мясо какой-то рыбу добавить креветки и все что угодно у меня сегодня будет куриный паштет и огурец вообще мне очень нравится последнее время вот такой яичные роллы резать на тоненькие полосочки и добавлять в салат на ужин я такие салаты обычно ем много разной зелени овощей свежих туда добавляю и опять-таки что-то из рыбного куриного что-то такое в общем легкая вот я делал например с курицей гриль тоже порезала на небольшие кусочки заправила все йогуртом и без добавок можно сметаной заправить очень вкусно получается у меня все домашние ели и вообще заметила что вот в таком виде яйцо у меня дети едят все которые даже не едят яйца в вареном виде в омлете или яичнице да у всех свои предпочтения а вот таким блинчиком очень нравится там меняется как бы консистенция немножечко плотность другая и дети едят с удовольствием посыпаю сверху смесью семян тоже часто спрашивают меня что за смесь покупаю я либо на озон либо на вайлберрис так и набирайте в поиске смесь семян я разную беру смотрю по отзывам в принципе плохих еще не попадалось вы знаете это не только для красоты как я раньше думала об этом очень интересный придает вкус и на бутерброды на какие-то например омлеты да и но и в салаты тоже я регулярно ее используем а еще сделаю сегодня что-то типа гуакамоле у меня половинка была авокадо но он и не до конца дозрел слегка жестковат так бы я просто вилка его размяла а здесь предварительно пришлось порезать на маленькие кусочки потому что жестковат и помидорку порезала можно еще добавить мелко порезанный лук перчик немножко соли сок лимона любимые специи общем все что угодно я просто с помидоркой смешаю слегка подсолю и буду использовать как ну что-то типа намазки да на бутерброд можно и просто так к облету например добавить очень вкусно и питательно всегда получается я сверху посыплю еще просто сухим чесночком для аромата мне так больше нравится ну еще добавлю к своей такой красивой вкусной тарелочки дольку горького шоколада и апельсин еще за кадром у меня готовится кофе кофе пью с кокосовым молоком и вот такой вот у меня сегодня вышел завтрак всем кто сейчас и кушает тоже приятного аппетита сейчас покажу заказе который ко мне приехал от фаберлик заказала тут в основном все для своих мужчин первое что заказала это вот такие вот кроссовки для ярослава это кожзама высокая такая массивная подошва ну как раз ему сейчас ходите на весну сами кроссовки не очень толстые там никакого утеплителя нет в принципе качество неплохое смотрится неплохо это 41 размер визуально мне показалось что немножко все-таки мало мерят вот но у меня еще не мерил ну ведь это наверное все таки больше на 40 идут так цены и артикулы укажу на видео цены дешевле чем в каталоге потому что если зарегистрироваться то можно приобретать продукцию с 20 процентной скидкой если кому-то актуально информацию всю оставлю под видео можете зарегистрироваться так прошлый раз заказывала для мужа боксеры очень ему понравились качество великолепное в этот раз попросил еще так что заказала опять-таки в трех цветах очень хорошенькие тоже тоже примерно мало мерять потому что беру эльку на размеры м так макарки заказала футболочки одну из них пола вот такой однотонную неплохое качество сам трикотажик этот тоненький но приятный отделка тут такая вот в рубчик и пуговки симпатично общем на лето и две футболки обычные такие не пола уже с обычным воротничком с рисунками здесь это наклейка такая она как прорезиненная не знаю по качеству ткани приятно и надеюсь что наклейка конечно тоже это никуда не денется и не сотрется сами футболочки очень хорошенькие так давайте сразу покажу каталог действует уже с 17 апреля по 7 мая листала уже посмотрела тоже много там новинок к теплому сезону и как обычно подарки для новых покупателей для новых пользователей так я еще заказала зубную пасту предыдущем каталоге они поэтому не заказывала там была акция по моему вот на эту серию так что взяла три штучки я такой не пользовалась сама вроде маме или свекрови заказывала не помню а у нас вроде такой еще не было так что посмотрим попробуем и еще мужчинам своим заказала гели для душа вот такие вот из этой серии уже не первый раз беру им очень нравится здесь большой объем 380 миллилитров хорошо они пахнут и они идут обычно вот шампунь и гель для душа 2 в одном то есть они у меня берут с собой на тренировки в бассейн и везде в общем каждому пригодится и вот такой вот гель тоже брала мужу очень понравился тут поменьше объем 200 миллилитров но прям попросил заказать снова потому что очень приятненький и еще вот такой на пробу взяла это ароматический такой гель для душа из этой серии я себе женский заказывала беленький мне очень понравился так что решила и мужской попробовать и еще по акции тоже был вот этот крем вообще я очень люблю эту серию эксперт фарма это крем гладкие пяточки у меня был в маленькой упаковке хороший очень нравился здесь и по выгодной цене был большой тюбик поэтому тоже взяла всегда нужен а теперь давайте перейдем к обновлению нашей спальни и начала я это ну если не считать приобретение стола и зеркала до которые вы уже видели у меня до этого то вот текущее обновление начала как раз таки из текстиля с кровати и приехал ко мне заказ в общем буду сейчас менять постельное белье но снимала я это накануне заранее не тогда когда снимала основную часть влога просто пришло время сменить постельное так что решила все это заснять знаю что любите мотивацию на уборку и здесь мне нужно еще было пропылесосить как раз матрас и кровать немножечко потереть и это у меня происходило перед пасхой так что я более тщательно подошла в этот раз к уборке знаете не каждый раз при смене постельного белья я пылесошу матрас хотя конечно нужно делать это почаще потому что я прям засекала как-то чистый был у меня пылесосы внутри никакой грязи не было и вот только попылесосив матрас достаточное количество ее там потом находилась хотя так вот каждый день спим не замечаем но на самом деле очень много пыли там скапливается и оботру такие видимые загрязнения тоже на кровати имеются ну и так где-то пыли в щелочках не каждый раз я это тоже делаю так что сегодня более тщательно такая уборка и сняла у меня здесь лежит прорезиненная такая типа простыни но на резинке общем на матрасник прорезиненный а сверху махровое покрытие его я тоже периодически стираю тоже не при каждой смене белья на сегодня как раз вместе с грязным бельем отправлю в стирку постельное белье у меня вот это с любимого василька от и тканей перкаль часто просто спрашивают что за постельная мне очень нравится именно перкаль еще я люблю страйп сатин он подороже но он более плотный более гладкий и в основном страйп сатин представлен в однотонных расцветках здесь мне пришел заказ тоже с любимого василька мне хотелось чего-то яркого такого весеннего что ли и заказала комплект из поплина покажу поближе это индивидуальный заказ был я всегда указываю в комментариях потому что у нас нестандартного размера одеяла и просто я люблю на резинке то есть я просто указываю нужные размеры в комментариях и мне шьют по нужным мне размерам я также выбрала расцветку не такая как было на сайте то есть это тоже все можно указать на сайте вот этот комплект был представлен в комбинации с более однотонной тканью но вы знаете мне почему-то захотелось полностью такую яркую разноцветную я это тоже указала и мне весь комплект сшили из вот такой вот яркой ткани еще на сайте любимый васильок я заказала новая покрывала мне хотелось чтобы покрывала сочеталась с моим новым стулом который стоит у стола он имеет такое розово-коричнево-бежевый какой-то оттенок и деревянные ножки в общем хотелось чего-то более теплого также я заказала новые шторы на wildberries и декоративные наволочки в общем все сейчас покажу покрывала выбрала из бязи мне просто понравился цвет я думаю что отлично будет сочетаться ну в общем я не ошиблась и на самом деле покрывала классно первых приходит в симпатичной упаковке перевязана ленточка мне кажется отлично подойдет и в качестве подарка стоит она недорого сама покрывала достаточно тонкая не тяжелая что это же плюс потому что например а мое старое в моей машинке невозможно было постирать потому что она слишком объемной и тяжелая вот а это легонькая но в то же время форму держит хорошо в общем мне очень понравилось я потом еще чуть позже вам покажу что еще у меня было в заказе сайта любимый василек и оставлю в описании все ссылки на все соцсети как уже сказала шторы я заказала на wildberries и готовый набор там ткани канвас называется не знаю куда ударение в общем она такая мягко приятная немножечко как бархатистая и мне хотелось чтобы сочеталось ну что-то общее было между кроватью и окном и я выбирала декоративные наволочки у меня разные подушки разные размеры в общем я взяла такой прям микс большие выбрала из такой же ткани как и шторы только чуть-чуть отличаются оттенком и другие взяла велюровые но они просто таки мне кажется уютные и оттенки тоже хорошо я думаю гармонирующие и сочетающиеся между собой ну в общем буду все заправлять здесь уже я вам показываю я предварительно все постирала и комплект постельного покрывала но и наволочки тоже так что уже сразу же все надеваю на свои места и кровать у меня будет готова такая обновленная и красивая вообще наволочек декоративных на wildberries очень большой был выбор я заказала разных даже из тех что выбрала я заказывала и в других оттенках есть с другими рисунками с другими какими-то орнаментами в общем много много интересных и светлые думала может быть что-то беленькое все-таки взять но решила нежных таких взять цветов мне кажется в принципе смотрится все хорошо и к покрывалу подходит и я шторы думала с каким-то слегка розоватым оттенком взять ну я думаю что все-таки поменять декоративную наволочку гораздо проще чем поменять комплекты штор на новые после зимы я заметила не самые приятные сигналы своего организма и первое что бросилось в глаза это выпадение волос мелкие морщинки и другие изменения решила подойти к этому вопросу комплексно и поняла что без дополнительной поддержки извне не обойтись решила пропить курсы коллагена выбрала вот такой это фирма кофе из еды даже учитывая что в моем рационе преобладают в основном правильные продукты практически невозможно восполнить суточную дозу коллагена а если вы любите жирное и сладкое то и подавно но часто бывает что некачественные производители добавляют глюкозу вместо коллагена натуральный коллаген должен быть чистым и свободным от загрязнений таких как тяжелые металлы или пестициды это признак отсутствия токсичных добавок у данного производителя есть сертификация на соответствии стандартам безопасности если вы хотите поддерживать здоровье всего организма включая кости суставы и соединительные ткани сделайте выбор в пользу животного коллагена у меня сейчас коллаген от кофер порошке со вкусом лимона он мне понравился коллагенная может усваиваться только с помощью витамина c а здесь он уже добавлен в состав банки хватает на месяц эффект здесь накопительный примерно через месяц кожа приходит в тонус и виден результат переходите и заказывайте по ссылке в описании к ролику давайте продлевать свою молодость и красоту продолжаем преображение спальни и в другой день дело дошло у меня до штор как уже сказала заказала на вайлбер и знаете спрашивала совета в телеграм много мне тогда скинули прямо производителей ну магазинчиков и действительно очень хорошие выборы уже готовых комплектов мне прям очень понравилось потому что у нас на втором этаже потолки 260 по моему или 270 270 наверное все-таки стандарт идет 250 и я вот просто по поиску когда искала то мне попадались в основном именно на высоту два с половиной метра здесь уже когда искала конкретно по магазинам которые мне посоветовали то вот нашла и много вариантов на 270 и даже на три метра приглянулись мне там пару комплектов нас на первом этаже там высокие потолки 3 метра так что знаете выборы очень даже неплохой вот и я выбрала тканья canvas она мягкая у меня у мальчишек здесь на втором этаже такие же шторки других оттенков только висят мне очень нравится что ее не нужно гладить потому что те шторы которые были перед этим они очень плотные но там сколько бы ни ставь оборотов до небольшие при стирке все равно есть заломы и в таком виде ну некрасиво все-таки хочется чтобы окно выглядело хорошо я все равно гладила шторы ну ладно здесь и новый комплект и поэтому приходится заранее стягивать тесьму до нужного размера ширина у нас окна где-то около но не даже не окна от стены до стены около 4 по моему метров и я купила два комплекта один комплект идет состоит из двух штор одна штора это два метра ну то есть у меня получилось по 4 метра с каждой стороны незаметно конечно потом на окне ничего что там две шторы висят до 2 полотна ничего страшного это в глаза не бросается я думала скомпоновать цвета но как сказала уже не стала все таки забегая вперед скажу что вот именно однотонный вариант мне очень понравился хотела постирать сначала сразу же два комплекта штор но потом поняла что слишком плотно там в машинке они их место занимают все пространство барабана опять таки чтобы избежать лишних заломов все-таки по одному комплекту решила стирать поставила 600 оборотов и все хорошо никаких заломов не будет но и ткани это мягко все-таки ткани имеет значением а сама перешла уже в спальню сняла шторки серые буду убирать и на хранение я их стирала вот буквально перед пасхой поэтому стирать не буду просто снимаю крючки потому что буду на новые шторы теперь их цеплять ну а тюля сняла потому что неудобно мне будет вешать нужно сначала общем и плотно вот эти шторы сами гардина повесить а потом уже только тюль если бы тюль висела на карнизе да то мне шторы было бы вешать неудобно вот и я здесь сначала приделаю то количество крючков которое у меня было на старых шторах на серых и вы знаете я может быть не так плотно стянула новые шторки или в принципе они чуть больше длины поэтому у меня получится какое-то провисание я вот сейчас приделаю это количество крючков повешу шторы на карниз потом отойду посмотрю что провисает сильно и хорошо что у меня есть но были еще дополнительные крючки в общем я снова сниму и между каждым расстоянием еще дополнительный крючок вставлю тогда уже все будет хорошо плотненько и складки тогда красиво смотрятся и шторка так аккуратненько на к ней выглядит вот поэтому нужно небольшое расстояние тоже оставлять между крючками сейчас смотрю против солнца такие темные кажутся шторы вообще я кстати заказывала два варианта цвета и выбрала на wildberries думала даже взять оба варианта домой посмотреть как на огне это будет выглядеть но когда пришла забирать то сразу поняла что возьму именно эти ну вот так в живую обычно конечно все понятнее смотрится так у меня и здесь получилось но выглядят они достаточно контрастно особенно если сравнивать с предыдущими которые у меня серые были они практически сливались со всей нашей спальней со светлой мебелью со светлыми стенами обоями а вот эти выглядят достаточно контрастно мне этого и хотелось немножечко и оживить тем самым комнату ну и плюс теплый оттенок он такой не желтоватый но все-таки он именно теплый он перекликается и с покрывалом и с наволочками и с креслом и вот цветок тут стоит в общем что такое мне кажется между ними всеми есть что-то одно объединяющие и покажу шторки чуть поближе достаточно приятный материал я думала будет сильно пропускать дневной свет но может быть виду как раз таки не светлого оттенка затемняет достаточно хорошо и хотя на окне кажется темноватыми но в жизни они такие даже немножко с пудровым что ли каким-то приятным таким оттенком в общем мне очень нравится и как в целом в комнате смотрятся и вблизи на ощупь тоже очень приятные давайте я покажу что еще заказала на сайте любимый василек в этот раз много новинок появилось к предстоящему летнему сезону мужу выбрала вот такой костюм это ткань футер плотный трикотаж внутри петелька однотонный костюм очень приятный цвет футболка шорты шорты с карманами на резинке мне кажется на лето замечательно должно быть качеством я осталась довольна костюмчики есть и в других по моему цветах и цена очень у них приятная и еще заказала ему домашний костюм а если честно насчет расцветки не советовалась вот такой веселенький но такой прям очень живенький не знаю может потом я реконечно заберет себе здесь уже ткани это кулирка обычный трикотаж полностью хб такой именно домашний костюм на футболке это наклейка а штаны это рисунок то есть тут ничего не отклеится точно и на штанах кстати есть карманы хотя обычно на таких домашних костюмах как пижамы карман я чего-то не помню мне казалось всегда что штаны обычно идут без карманов но так все прострочено достаточно аккуратненько неплохой костюмчик и было достаточно большое поступление носочков так что я здесь тоже заказала на предстоящий сезон и мужские и женские и детские подростковые и следочками мы все очень любим в кроссовке очень удобно так носить и и чуть чуть повыше но такие не стандартные прям высокие носки все-таки весной и летом больше нравится именно укороченные варианты носки это всегда расходный материал особенно когда дома много мужчин у меня запас всегда имеется потому что кто-нибудь да прибежит а где мне новые носочки взять вот оставлю ссылки на сам магазин любимый василек и на соцсети в описании если кого-то что-то заинтересовало обязательно заглядывайте ну а второй комплект штор у меня уже постирался за кадром прицепила крючочки буду вешать на окно и следом а уже и тюль и в принципе окно у меня тоже преобразилась а вместе с ними и комната мне кажется получилось что такое уютное теплое как будто бы обволакивающие мне кажется как раз то что нужно именно для спальни советовали мне в телеграме обратиться к специалистам в плане пошива шторы но знаете я вот ничуть не пожалела что купила готовые шторки на вайлберис во первых это очень доступно по цене определенно заказывать что-то такое индивидуально было бы в разы дороже и во вторых знаете ну тут наверное именно про меня нужно говорить да все мы люди разные но у меня был опыт общения с дизайнерами и я понимаю что я всегда ухожу от них с тем что я себе уже придумала то есть наверное классно обращаться когда человек вообще не представляет да что он хочет что может быть а у меня обычно в голове уже есть картинка да я где-то что-то подсматриваю насмотренности так сказать да улучшаю увеличиваю но в целом в голове у меня уже что-то созрело и я к этому иду поэтому чтобы мне например не предлагали я все равно стою на свое мнение и вот эта итоговая картинка она как раз таки и воплощается потом в жизнь поэтому я вот сделала так как мне хотелось и в этом плане и и деньги сэкономила в общем я осталась довольна итоговым результатом ну и следующий этап я надеюсь уже заключительный в преображении нашей спальни после того как совушка переехал в свою комнату остался комод во-первых очень длительная история с доставкой я уже вам говорила заказывала на озон через каких-то посредников доставка была то есть не самим озоном а какой-то курьерской службы по моему мне его больше двух недель везли если честно то они сначала до меня дозвониться не могли как девушка сказала потом сам курьер там что-то в общем все очень долго я не знаю вообще эта история с комодом такой ну опыт конечно не все в нашей жизни происходит так как хочется муж у меня здесь собирает честно скажу весь переругался молча терпеливо просто все собирал ну мы с собой тут ходили вокруг да около знаю что любите его разговоры так что немножечко включу вам тут спасибо иди папу у совушки кстати сегодня 24 апреля день рождения я думаю что я сейчас уже демонтирую это видео как раз она будет опубликовано в его день рождения так что принимаем поздравления в телеграмму с утра уже столько всего пожелали просто огромное спасибо всем столько приятных слов очень очень приятно ребенку сегодня исполнилось три года мы его с утра поздравили он счастливый довольный пошел в детский сад вы знаете я даже не ожидала мы готовились вечера угощение конфеты печенье и когда он пришел весь воодушевленный сам переоделся бегом в группу побежал игру хоть маму то обними но в руках конфеты уже все все мысли там в общем все хорошо так что так быстро дети растут знаете прям даже грустно немножко вот но возвращаюсь к моду что хочется сказать во первых я искала высокий комод у нас вот этот комод на котором стоит цветок и рамка у зеркала это комод из икеи серия мальма и точно такие же у нас прикроватные тумбочки с двух сторон от кровати мне очень нравится и комод и тумбы и как это выглядит и по качеству все знают что икеи теперь у нас нет я смотрела аналоги на marketplace ах потому что она в магазинах ездить и времени и знаете жалко и тоже не знаешь как бы тут где-то на заказ где-то там что-то не ну в общем магазины это тоже отдельный разговор смотрела на озон на wildberries и очень похожие то есть есть модели как и из этой серии был комод мальмы высокий он на по ширине такой же как тумбочка но вы сто сто двадцать восемь по моему сантиметров я прям и его идеально видела в углу где у меня стол но есть вот аналоги причем аналоги были знаете и за пять и за 7000 я смотрела отзывы я понимаю что это там простой мдф до опилки прессованные но думаю ладно переплачу вот нашла там прям так и в названии даже было написано по моему там икеа мальм там еще что-то 11 чем-то тысяч стоил комод плюс даже доставка платная была вот именно курьером на дом хотя такая долгая это просто кошмар ладно думаю чтобы знать вот не было никаких сожалений потому что когда купишь и что-то там не так до начинаешь потом просто ну так грызть совесть начинает а вот надо было лучше переплатить чтоб все это нравилось решила не не жалеть да там эти пять тысяч лишних но по факту что пришло это просто одно сплошное разочарование иди в зеркало-то посмотрите на себя так вот возвращаясь к моду если честно муж у меня здесь наверно из последних сил и сдерживался чтобы просто маты вслух и не произносить правда не буду показывать близко детально говорить что не так все не так вот вообще просто все не так он кривой косой опять пришлось что-то там выдумывать даже элементарно углы вот эти вот стыки до края вот все говорили о и вас там мебель языке и дешевая слушайте даже в сравнении близко не стоит здесь клей везде торчит какие-то фасады криво косо все в общем ну как есть правда конечно ничего уже с этим не сделать у меня можете сейчас в нижний ящик сложит туда коробка у нас тут стоит со всякими роутерами я как раз и хотела сюда какой-то комод поставить чтобы все это не на полу не в коробке лежала и вот он этим занимается сделал дырку в задней стенке комода сказала не отодвигать самой ну то есть через верхний ящик можно там будет достать а так не надо я поставлю правда близко детально показывать не буду я кстати написала такая вся гневная отзыв на озон все косяки перечислила и мне его отклонили вот так вот честно не знаю как после этого верить отзывам на marketplace ах ну вот как есть опыт очень печальный честно неприятно очень очень но имеем то что имеем дальше живем и стараемся не зацикливаться на негативном на неплохом вот и и в целом а как бы уже вся наша спальня все уже доделано более-менее и не буду показывать тут какие-то детальные уборки детальные косяки но так в целом вроде выглядит неплохо но уже показываю окончательный результат итоговая картинка все встала на свои места в целом как просто подводя итог я осталась довольна у меня появилось рабочее место с функционалом туалетного столика конечно впереди организация хранения я все тут подумывала из гардеробной кое-что там организовать но так как появился новый комод то часть перейдет сюда но этим займусь ближайшее время здесь показываю вам варианты света ну вообще мне кажется уют и настроение да это как раз таки игра света цвета и в спальне вот можно по-разному этим здесь играться пробовать под настроение делать и очень нравится мне как зеркала вносит свою изюминку потому что и настольное зеркало отражает разные части комнаты смотря с какой стороны с какого угла посмотреть также и зеркало напольное которое у окна стоит тоже его слегка повернув можно разные части увидеть это ну какую-то изюминку вносит но в целом вот спальня готова меня устраивает конечно она безусловно преобразилась это что появился новый функционал это тоже очень важно ну в общем как то так не без косяков как в нас в жизни в принципе все и бывает но стараемся смотреть на мир позитивно видео моё на этом подходит концу большое спасибо что досмотрели увидимся с вами в новых роликах совсем скоро всем хорошего настроения всем до встречи и пока пока а а а